Ой, ой, боже мой, боже мой, какие нежные. Надо же почесать. Посмотри, какая-то жарко. Какая она, американская или какая-то? Музлийский завтрак. Музлийский завтрак. Чудо, глянь. Он как собачонок. Своих козлов вам мало, вам еще постороннее надо. Ну-ка. Фига себе. Вот эта система. Твой пятачок как раз идеально в эту решетку пролазит, да. Ступу, короче, она себе заимела, а как ей пользоваться, она еще не изучила. А метла твоя где? Материалов. Ну, она прям выглядит как какая-то военная, что ли, техника. Вот у него есть пушка, чтобы оборонять территорию. Видите, они прям на фундаменте стоят, потому что они в грунт впиваются. Ну что, добрейшего утречка. Мы переночевали. Мы еще пока на острове ЛАДе. Сейчас пойдем позавтракаем, попьем чайку, кофейку, чтобы быть бодрячками. И в 11 у нас в оселении. Ключи сдадим, номер сдадим. И пойдем еще погуляем по территории, где-то до обеда. Кто с нами, погнали. Последний взгляд на комнатки наши. И выселяемся. Все. Сейчас грузимся и пойдем еще прогуляемся. Все, пока-пока, домик. Спасибо, что нас приютил. Покажи, какая красота. Ой, да это просто лепота. Ты разговариваешь со знанием? Сам с собой. Ну, весь народ уже собирается. Кто-то приехал, кто-то уехал. Принесли нам завтрак. Такая зажарка. Какая она, американская или какая-то? Ну, узлейский завтрак. Узлейский завтрак. Помидорочка и ишенка. Слушай, ну нормально. Дорого-богато. Зеленые яблочки, сырочки. Сейчас еще принесут какой-то. Чаек. На темно не видно. Кофеек. Вот, да, темновато. И сам себе вот набираешь удовольствие. Спасибо. Завтрак номер два. Это что, сырнички, да? Да. И кашка. Пшенка? Да. Ну, скромнее как-то, чем мое, наверное. Ну, мы дадим тебе тоже мое попробовать. Мы соскусились пока. Прогулочка продолжается. Вчера ходил, бродил. И вот эту карету вчера как-то и не заметил. Проскочил мимо. Ну, такой локация для фотосессии. Ну, опять вот внутреннее озеро. И вот коттеджики. Какая-то интересная вывеска. Ку-ну-вязь. Так, он так держится, наверное, разрешается строго в присутствии сотрудника зоопарка. Сюда должен какой-то зубр подойди и пожевать, или как? Наши дамы захотели опять посетить зоопарк сегодня. Козлов и ослов посмотреть. Ну, типа своих и мало. Вот целое стадо. Ничего себе. И такие вполне шерстные. Ну, такие. Привет. Такие внимательные. Ну, вот это типичный козел. Смотри, какой бородатый. Бородатый. А ты маленький. Взгляд внимательный, прямо не понимаю. Такой человеческий, я бы даже сказал. Вчера стеснялись вы к нам подойти. Ой, шумные такие. Чудо, глянь. Он как собачонок. Почухай, да. Почухай бородку, почухай. Короче, девчонки, своих козлов вам мало. Вам еще постороннее надо. Маленький, да. Им внимание надо. Они спрятались вчера, да. Сегодня вышли погреться. На свежий воздух. На солнышке, да. Поэтому трясемся. Это як. Смотрите, какой красавчик. Рагу. Ой, рагу говорю, рага. Большущая. А вот это зубок. Да, я с животными разговариваю. Зубок красивый. Очень красивый. Тоже рагульки такие интересные. Завернутые. Близко подошли. Им общение с людьми нужно. Они еще просто не наеты. Вчера уже после обеда были сыты. Поэтому они и не подходили. Ленивые вчера были. А сегодня еще так. Никто их не покормил. У вас, красавцы, тут везде слышно. Как вы тут кричите и акаете, конечно. Но тоже сегодня близко подошли. Вчера очень далеко были. Приходилось приближать их. А сегодня они уже очень близко. И разные такие расцветка. Разные, красивенькие. Олег, найдешь с ними общий язык? Наверное. Потому что до обеда они все выходят. Они ручные, видишь? Да, смотри. Сегодня всех по планам общения с людьми. Да? Да, все подошли уже к краю. Все. Всем хочется пообщаться. Какая у тебя голливудская улыбка. Какая красота. 150 килограмм красоты. Сколько пафоса в этом взгляде. Глянь, ресницы какие красивые. Какие у нее, смотрите, ногти маленькие. Да, маникюр тот, что надо, кстати. И выщипанные все бритые ножки. Слушайте, ну эти такие прям как хомячки. Такие щечки у них такие интересные. Это тоже маламут, я так подозреваю. Да, и тот маламут. Они как-то отличаются с теми. И вот специальная собачья упряжка на ней катает. Мы даже еще не успели спросить, сколько это удовольствие стоит. Я не думаю, что прям дорого будет. Ну вот такая интересная упряжка. Я ее близко, кстати, никогда не видел. Только так по телеку, так сказать. А сколько стоит покататься? А я только детей катаю. А, только детей? А оно не выдерживает, типа, или что? Нет, собаки не потянут. А, не потянут. А сколько детей стоит? Это 10 рублей. 10 рублей? Это буквально там небольшой круг почета. Ну, такой круг вот. 10 рублей нормально. Собаки старые уже, по 13 годов уже все. А, я думал, они выглядят молоднячком таким. Что молоднячком? Бодрячком. Есть еще сани такие. Это уже для лошадей. Вон лошадки ходят. Ну, явно их тут забрягают. И погнали. Ну, сейчас в основном, смотрю, верхом на них ездят. Ой, какой красавчик. Привет. Встречает меня. Твой пятачок как раз идеально в эту решетку пролазит, да? Ты такой любопытный. Маленький, любопытный. Красивая лошадка какая. О, нас преследуют волки. Волки, волки. А он меня узнает. Он думает, что самка пришла. Самка пришла? Ну, да. Ты похожа на волчицу. Не гради, волки. А он возбудится еще, смотри. А то ты тут чего так заманиваешь нежно. Ну, вот люди балдеют. Просто идут, снежки играют. Смотрите, какой релакс. Реально, просто релакс. Не хочется, как бы, движухи никакой такой спокойной, равномерной, размеренной. Такое все. Вот наше озеро. Березник. Очень много берез. Жена все искала. Тут елочку, сосну. Нету ни того, ни другого. Здесь только листяные породы. Сегодня с озера уже так ветрено. Прохладенько и снежок. Вот мы опять к этому пляжу пришли. Его затопило капец. Конечно, я очень удивлен. В предыдущих сериях я подробненько об этом рассказывал. Ох, надо к лицу повернуться, потому что сдувает. Вчера мы начинали прогулку как раз отсюда и сюда. А сейчас мы в обратную сторону пришли. Вот этого ракурса еще пока не видно. С леса выходишь, прям в поселок погружаешься. Но домики очень симпатичные. Они разнообразно сделаны, в разных стилях. Но есть кое-какие похожи. Что больше всего нравится, что здесь у каждого есть своя зона барбекю. Свои мангалы персональные. Шампуры можно заказать. Ну, правда, они в ограниченном количестве. Доровишки можно купить. В общем, можно, по сути, приехать даже налегке. И, в принципе, отдохнуть здесь на всю катушку. Вот, смотрите, вот такая добротная изба такая. Крупные бревна. Нет, все-таки елок нет. Это туйки, да. Их так придавило сейчас снегом, что они смотрятся как елочки. Ну, виды просто обалденные. Вот наш этот домик. Домик, конечно, красивый. Очень интересный и очень уютный. Для разной компании можно большими толпами, можно малыми семьями. Места хватит всем. И вот так вот идешь к этому поселочку. Ну, вот реально отдыхаешь. Светка завела себе друга. Он уже от нее не отходит ни на шаг. Моя подружка моя. Холю. Ой, боже мой. Боже мой. Какие нежности. Надо же почесать. Посмотри-то на него. Влегся. Деловой, блин. Это он или она? Доверяет. Это она. Это она, кстати. Доверяет. Сколько нежности. Ты видишь, как доверяет? Да, конечно, вижу. Ну, вот мне эти очень домики нравятся. Вот сколько раз здесь хожу. Но они мне больше всего нравятся. Ну, это я так подозреваю. Это двухместные. Ну, они сделаны примерно в одном стиле. Немножко веранчики по-разному сделаны. А так примерно плюс-минус одинаково. Да, вот это раньше была администрация, я по-моему, уже говорил в этом домике. Сейчас это уже домик для сдачи. Мешки интересные, конечно. Такие. Их в прошлом году, позапрошлом точнее не было. Лавочки такие. Их так присыпал, что даже непонятно, что это. Лавочка, не лавочка. Но очень красиво. Вот, опять к этой ступке пришли. Жена все хотела сюда. Это ее любимая ступа. Ну, она знает свое место. Это можно сюда вот так залезть, встать и сфотографироваться. Вид сверху на домики, которые мы позапрошлом году арендовали. Эконом. Очень хорошие домики. Летом даже на них большой спрос. И не найти. Это надо там за несколько месяцев бронировать. Ну, там нет удобств. Добства вот здесь. Здесь и умывальник, туалет, душ, все дела. Вот тут мужское, женское. Тут никого нет. Сейчас я такой, чтобы вы понимали, да, что здесь, как. Вот такие умывальнички, зеркала, туалеты. Это мужское, естественно, я вам показываю. И душ. Давайте в душ войдем. Вот такие душевые. Три душевые. Очень все удобно и комфортно. Так что, кто заселяется в эконом или уже выселился из номера, вот можно сюда зайти и справить, так сказать, свою нужду. А вот такого прикола я, кстати, еще не видел. Смотрите, здесь унитаз с пленочкой. Смотрите, для смены одноразового покрытия поднеси ладонь к сенсору. Ну-ка. Фига себе. Вот эта система. Ах, нить. Вы видали, что происходит? До чего дошел прогресс? Слушайте, мне понравилось. Еще раз подосим. Смотрите. Гай-гай-гай, гай-гали-гали. Слушайте, это круто, реально. Это как к любимой ступе своей подошла. Да, хочу залезть. Так залазь, что тебя остановит. Я не знаю, куда залезть. Ага, ступу, короче, она себе заимела. А как ей пользоваться, она еще не изучила. Ладно, сейчас мы ее подсадим. Мы все-таки это осилили. Кто ты говоришь? Я нашла ступу. Я баба ешка. Я-хоу. А метла твоя где? Потеряла. Потеряшка. Короче, у тебя персональный филин есть. Персональный кот. Собачки твоей не хватает. Да. И я такая вся. Вся такая вдоль Чагабана. Вокруг, да около этой елочки. Вроде не пил сегодня. Моторочки, лодочки. Ну, смотрите, она реально прикольная. Но я так понимаю, она все-таки не действующая. Она там прям вкопана. Но она прям выглядит, как какая-то военная, что ли, техника. Да, вот смотрите. Ну, снегом закидала, конечно, плоховато. Это все видно. Ну, вон, колеса вкопанные. Ну, погрузились в землю, так сказать. Но, слушайте, я такой не видел. Интересная штуковина. Здесь даже прогулка вот по парковке и то доставляет удовольствие. Вот экзотическое. А номера можно снимать? Да какая разница? Могут подать суд. Ну, пускай подадут суд. Сначала надо подписаться на твой канал, чтобы это увидеть. Машинкам комфортно стоять под такими соснами. Они тоже на отдыхе, тоже получают удовольствие. Вот самый въезд. Смотрите. Старушка охранника. Раньше она была, как бы, ближе к зданиям туда. Сейчас ее вынесли за пределы. Ну, наверное, более правильно. Тут прямо на въезде охранник встречает. Спрашивает, куда, зачем. Вот у него есть пушка, чтобы оборонять территорию. Ну, вообще прикольно. Ну, и куча военной техники на всякий случай. Ну, вдруг кто-то на остров нападет. С безопасностью здесь все в порядке. Смотрите, везде камеры. Да, они везде прям тут утыканы, камеры. Тоже снимал всю эту технику, вам показывал. Но вот эта техника... Кстати, вот этих я не помню. По-моему, их не было. А может это были, я уже не помню, на самом деле. Все то же самое я снимал летом. Сейчас это все в сугробах. Можете тоже как бы оценить, посмотреть. Ну, тоже прикольно. Просто тупо провести время, просто погулять, получить какие-то разные эмоции разнообразные. Видите, они тут прям на фундаменте стоят, потому что они в грунт впиваются. Где-то есть вон бетонные стояки. А если просто на земле, смотрите, там колеса просто уже ушли под землю. Вот такой остров Ладе у нас. Ну, реально, идейка очень интересная, мне понравилась. Все, народ, прогулка наша закончена. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok